МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Автомобиль Мерседес на всем ходу влетел в маршрутный автобус в поселке Юдина. Увидев, во что превратился легковой автомобиль, после мощного удара очевидцы сразу вызвали медиков и хотели уже звонить спасателям МЧС, чтобы те помогли вытащить людей из разбитой машины. Но, к удивлению окружающих, женщина-водитель сама открыла дверь Мерседеса и без посторонней помощи выбралась из салона. Скоро помощь вызвали, они быстро приехали. Раз-раз, не надо, не надо. Тут муж ее, видимо, подъехал. Помощь никакой не надо, не надо. Женщина, хозяйка Мерседеса, конечно, получила небольшие травмы, но они, на первый взгляд, не вызвали никаких опасений. В срочной госпитализации автоледи явно не нуждалась. По словам очевидцев, буквально в течение нескольких минут появился супруг пострадавший. Оценив состояние своей жены, он решил, что ей не стоит встречаться с инспекторами ГАИ, поэтому сразу увез ее с места аварии. У меня ухо немного посарапано было, и хромала она. На левую ногу, по-моему, на левую, да. На внешний вид сколько лет, женщина? Ну, лет 45-30, наверное. А она в каком состоянии находилась? Я не могу сказать, да. Не знаю, может, в шоке было. Может, в шоке было. Теперь там не пахло? Не знаю, даже никогда, почему тут вроде не учуешь сразу. После рабочей смены шофер на нефазе спокойно ехал в депо. Не тормозил, не перестраивался. Водитель маршрутки говорит, что перед ударом не слышал виск тормозов. Скорее всего, женщина даже не пыталась забавить скорость. Именно поэтому и повреждения оказались такими серьезными. Удар сильный был? Нормальный. У меня же что в носу было, все вылетело. И насморк кончился. Что кончился? Насморк, товарищ, кончился. Удар такой. Была ли пьяна автоледи на Мерседесе, сейчас установить уже не удастся. Но в любом случае, из-за оставления места ДТП ее должны будут лишить прав. Снова сеть за руль автомобиля женщина сможет в лучшем случае через полтора года. Да и то лишь после того, как сдаст экзамены в ГАИ. Автомобиль Мазда загорелся сегодня ночью на территории гаражного кооператива на улице Обжалилова. Оказалось, машина уже побывала в аварии, ее пригнали в местный автосервис. Но к ремонту слесаря приступить не успели. Автомобиль так и стоял перед гаражными воротами мастерской. Охранник кооператива слишком поздно заметил пламя, ведь машина была припаркована на достаточно удаленном от него расстоянии. В итоге Мазда сгорела полностью. Среди наиболее вероятных причин возгорания дознаватели рассматривают и умышленный поджог. Правда, кто это мог сделать и с какой целью, предстоит установить следователям. Черной неблагодарностью отплатил водителю Лады 14-й модели случайный попутчик. Мало того, что он угнал чужой автомобиль, так еще и попал на нем в аварию. Как рассказал водитель, он заметил молодого человека, который ловил попутку в районе улицы Родина. Мужчина решил немного подзаработать и подвезти парня. По пути хозяин легковушки заехал на автозаправочную станцию. Мужчина сразу сообщил об угоне в полицию, но автомобиль даже не успели объявить в розыск. Спустя несколько минут после происшествия на заправке очевидцы сообщили в дежурную часть ГАИ, что на улице Зорге Лада 14-й модели врезалась в светофор. Когда на место аварии приехали автоинспекторы, ни в машине, ни рядом с ней никого не было. Ну, поддатый маленький. С вами не разговаривал в пути, нет? Ну так. Особо ничего не разговаривал. Просто музыку слушал. О причинах того, почему случайный попутчик решил угнать автомобиль, пока остается только догадываться. Сейчас ведутся поиски злоумышленника. Полицейские говорят, что его поимка это всего лишь вопрос времени. Вероятнее всего, эта поездка дорого обойдется угонщику. Ведь кроме того, что ему придется оплатить ремонт автомобиля и светофора, молодому человеку грозит и уголовная ответственность. Сразу три «Форда Фокус» попали в крупную аварию на перекрестке улиц Декабристов и Чистопольской. Хотя от мощного удара в машинах сработали подушки безопасности, за помощью к медикам были вынуждены обратиться двое пострадавших. Очевидцы и двое водителей в полишечном обвиняют владельца серебристого «Форда», который ехал по улице Чистопольской. По их словам, мужчина мало того, что гнал, как угорелый, так еще якобы решил не останавливаться, когда на перекрестке загорелся красный. Видимо, за счет скорости думал проскочить сквозь потоки машин. Начал движение на зеленый сигнал светофора, и вот на середине перекрестка я даже не понял, что произошло. События и в самом деле разворачивались настолько стремительно, что даже участникам аварии пришлось сначала долго общаться между собой, выясняя, кто, как ехал и в какой очередности столкнулся, чтобы восстановить всю картину происшедшего. Я даже его не заметил, не увидел. Просто начал движение, ехать вперед и все. Как только белый «Форд» оказался на середине перекрестка, в него врезалась иномарка серебристого цвета, после чего всю эту кучу «Малу» выброшу на полосу встречного движения, где автомобили протаранили на этот раз желтый «Форд Фокус». Предполагаемого виновника аварии, а также его пассажира, медики осмотрели на месте. К счастью, травмы не вызвали опасений у врачей, поэтому забирать в больницу никого не стали. Он меня откинуло, и после того, как первый удар произошел, я второй уже фактически даже не почувствовал. Я помню, что что-то было, но... Серьезные аварии на этом перекрестке происходят достаточно часто, поэтому более опытные водители проезжают даже на зеленый свет, стараются притормаживать и оглядываются по сторонам. Ведь лучше пропустить неадекватного гонщика, чем потом доказывать свою невиновность в суде. После небольшой рекламы мы продолжим. Оставайтесь с нами. Татарстан стал первым регионом в Российской Федерации, где были запрещены все виды жевательных и нюхательных табаков. На днях было подписано постановление Кабинета Министров Республики о запрете оптовой и розничной торговли некурительными табачными изделиями. Первыми тревогу забили сотрудники наркоконтроля, которые обратили внимание чиновников на эту проблему. Жевательный табак, который еще называют снюс, появился на рынке и начал набирать популярность сравнительно недавно. А именно после введения в Россию ряда ограничений и запретов, направленных против курения табака. Как говорят сотрудники наркоконтроля, новомодными снюсами увлеклось немало подростков. Табачные магнаты очень быстро сориентировались и выбросили на рынок новый вид так называемых некурительных табаков. Это сосательный табак, снюс и нюхательный табак. Причем идет активная реклама, нацелена именно на молодежь. Эти снюсы продаются в ярких коробочках, идет яркая реклама и, естественно, вызывает любопытство у подростков в первую очередь. Жевательный табак часто позиционируется на рынке как менее опасный для здоровья, чем сигареты. Однако это совсем не так. Уже проведенные исследования доказали, что в одной порции снюса никотина содержится в 5 раз больше, чем в обычной сигарете. Об этой проблеме мы проинформировали президента Республики Тарстана Руслану Галевичу Ниханову, и он незамедлительно принял решение. В последнее время в Республиканское управление наркоконтроля стало поступать немало жалоб от учителей и родителей школьников, которые начали употреблять снюсы. При этом у подростков стала развиваться тяжелая форма никотиновой зависимости. Это стало основной причиной введения запрета. Госсоветам Республики Тарстан сразу в третьем чтении принят закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение этого запрета. Причем устанавливаются серьезные административные штрафы вплоть до 30 тысяч рублей на лица, которые будут заниматься распространением этих табаков. Закон о запрете бездымного табака в Республике в первую очередь направлен на защиту подрастающего поколения. Принятый в Татарстане, возможно, вскоре будет рассмотрен на федеральном уровне. С такой инициативой депутаты обратились в Государственную Думу Российской Федерации. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. И сегодня это вся информация. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.